Сегодня, когда до 100-летнего юбилея Котласа остаются считанные дни, в большинстве образовательных учреждений города проходят уроки, связанные с историей нашей малой родины. Например, первоклассники второй школы на последнем в этом учебном году занятии по окружающему миру изучали происхождение названий улиц, которые есть в Котласе. Взяли мы эту тему не случайно последним уроком окружающего мира. В этом году нашему городу исполняется 100 лет. И мы сегодня совершим экскурсию по нашему городу. Посмотрим, на каких улицах мы живем, от чего они взяли такое название. Как выяснилось, ребята за первый в своей жизни учебный год заучили наизусть не только адрес своего места жительства. С помощью родителей и классного руководителя первоклассники копнули глубже. И теперь, как им кажется, знают все об истории происхождения названий улиц Котласа. Моя улица называется Держинского в честь революционера. Он боролся, чтобы всем было все поровну. И умер от сердечного приступа. Я живу на улице Маяковская, 41А. Ее назвали в честь Владимира Маяковского. Он написал много детских стихов. Моя улица называется улица Кузнецова. Она названа в честь нашего земляка, адмирала Кузнецова. Моя улица названа в честь Николая Александровича Щерца. Он был командиром Красной Армии. Учебный год для учеников первого Б-класса закончится буквально через пять дней. За это время, помимо русского языка, математики и литературного чтения, будущих второклассник ждет ликбез по правилам дорожного движения. Перед летними каникулами учитель Татьяна Роздобурдина еще раз напомнит своим воспитанникам основные правила поведения пешеходов на дороге и принципы движения транспорта. Эти знания, безусловно, помогут ребятам во время их прогулок по городу.